МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в нашем выпуске. Из Поднебесной в край 100 тысяч песен. В Республике готовится принять участников Третьего Совета Волга-Янзы. В Республике готовится принять членов Третьего Совета Волга-Янзы. Это эффективный формат двухстороннего сотрудничества регионов Приволжского федерального округа и провинции Китая. По итогам прошлогодних заседаний инвесторы из Поднебесной уже приступили к реализации масштабного проекта в Чуваши. Подробности у Дмитрия Ковалева. Традиционная чайная церемония, теплоход и лучшие виды на Жигулевские горы. Так гостей из Поднебесной встречали в Самарской области на заседании круглого стола в формате Волга-Янзы. Тогда регионы округа и провинции Китая только начинали расширять двухстороннее взаимодействие. Республика заинтересовала крупных инвесторов. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что инвестиционные проекты для региона – приоритет. Ставка на рост товара оборота. Так, три года назад в Китае начали поставлять чувашские конфеты. Кондитерская фабрика даже открыла фирменный магазин в провинции Суйфаньхэ. Мы должны спуститься на уровень уже коммерции, на уровень бизнеса. И наши организации, наши предприниматели конкретно с конкретными предпринимателями, с конкретными коммерческими организациями должны заключать названных провинций. Кроме этого, у нас будет продолжено сотрудничество в сфере гуманитарии. На сегодняшний день отношение на международном уровне между Россией и Китаем позволяет на другом уровне развивать эффективное взаимосотрудничество с нашими провинциями. Уже спустя два года в Ульяновске провели Первый совет Волга-Янзы. Новый формат переговоров связал регионы ПФО с пятью провинциями Китая и городом Сяньтань. Главной задачей совета мы видим урегулирование стратегических вопросов в формате Волга-Янзы и координации действия отдельных сторон. Сотрудничество между двумя странами началось с нуля, переходя от малого к крупному. Есть и подтверждение в цифрах. В перечень инвестиционных проектов включен в общей сложности 181 проект, а в дорожную карту мероприятий в гуманитарной сфере включено 100 проектов. Один из первых документов совета подписали глава республики и вице-губернатор провинции Аньхой. Стороны обязались развивать торговые связи, науку и культуру. В Ульяновске дали старты проекту «Чувашия Сычуань». Инвесторы из Китая уже осваивают земли в Парецком районе. Первые 2000 гектаров засеяли кормовыми культурами. До конца года здесь возведут современный животноводческий комплекс. Общая сумма инвестиций сюда привезли более 10 миллиард рублей на территорию Цувашии. Нам нужно построить такой проект, который полезен местным народам и помогает развитию экономики республики. В Ульяновске дали старты проекту «Чувашия Сычуань» Да, мы надеемся очень активно, очень тесно с русскими партнерами работать за три года, построить этот проект. Да, конечно, основание, то, что русские здесь работают, поэтому все надеемся на плечу наших русских партнеров. Сейчас регионы округа и провинции Китая прорабатывают более 70 инвестиционных проектов. Ожидается, что на Третьем Совете Волга-Янзы стороны заключат новые договоренности. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Борис Андреев. Республика. Научно-производственный комплекс «Элара» – участник госпрограммы «Конверсия оборонно-промышленного комплекса». Начиная с 2017 года предприятие увеличивает выпуск гражданской продукции. Теперь это уже 40%. Президент страны Владимир Путин подчеркнул, диверсификация должна быть связана с реализацией нацпроектов. Необходимо соотнести планы оборонных предприятий по производству продукции с инвестиционными программами и планами закупок федеральными органами исполнительной власти, участников национальных проектов. Школьники ищевшие в числе призеров и победителей Всероссийской Олимпиады. В этом году 15 старшеклассников добились успеха в одной из самых престижных Олимпиад России. Дисциплины, в которых они заняли призовые места – это технология, искусство, основы безопасной жизнедеятельности, география, общество знания, математика и экономика. Диплом финала Всеросса. Так среди своих называют Всероссийскую Олимпиаду. Открывают перед школьниками двери во все вузы страны по своему профилю. Чтобы получить этот заветный пропуск, они стали лучшими в школе, городе, республике, а затем и в России. По экономике победили только 126 школьников. Трое – из Чувашии. Среди них – Анна Гущина. Там все все знают. И там уже нужна какая-то сила характера больше, чем знание. То есть, допустим, что мне помогло – это то, что я раньше занималась профессионально большим теннисом. Ну и сейчас занимаюсь. То есть, ну не профессионально уже, но все равно хожу туда. И это как спорт. Там нужно уметь сосредоточиться, вообще обо всем забыть. Обойти многих мальчишек, ведь экономика – дисциплина точная, а не помогло упорство. С седьмого класса она все свободное время решала экономические задачки. Штурмовала школьные вузовские олимпиады. В девятом классе вошла в золотой запас экономистов России. Ее знания давно вышли за рамки школьной программы. Сейчас они имеют четкое представление о своей будущей профессии. Экономисты бывают какие. Есть ученые, которые пишут все эти книжки, которые работают. В основном они в университетах работают. Потом есть те, которые работают аналитиками разных компаний. А есть даже обычные бизнесмены, они по сути тоже экономисты. Вот я прям, моя самая большая мечта, то есть идеальная работа, как я вижу, работать в инвестиционном банке. В параллели с Анной учится Софья Федорова. Она тоже призер в Сироса, только по обществознанию. В отличие от точной экономики, общество – это простор для гуманитария. Иногда мне было, например, интересно, почему человек именно так себя ведет в этой ситуации? Почему не по-другому? Почему приняли именно это решение? Или, возможно, какие-то более глобальные вопросы, там, по типу, Почему у нас нету такого единого политического режима? Почему мы не едины все? Почему мы не можем установить вот одни правила? И почему мы не можем им следовать? И именно общество знания в некоторой степени дает ответы на эти вопросы. То есть есть множество теорий, концепций, загадок, над которыми люди раздумывают. И когда ты именно это узнаешь, так и вот открываешь новую частичку мира. Объединяет девчонок трудолюбие и целеустремленность, считает их классный руководитель Юлия Ивановна. Аня Гущин, например, она очень трудолюбивая такая девочка. Если она, например, что-то не успела сделать, она обязательно все равно постарается сделать до конца. Если говорить о Соне, тоже она очень много дополнительной литературы читает. И для того, чтобы, если вот, например, на уроках ее спрашиваешь, очень такие обширные ответы дают. Сегодня Анна и Софья вместе со всеми призерами Всероссийской Олимпиады встретились с главой Чувашии. За круглым столом школьники рассказали о своих достижениях и задали Михаилу Игнатьеву вопросы. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии сохраняется оранжевый уровень опасности. Жаркая погода создает реальную угрозу здоровью. Кроме того, она негативно влияет на некоторые сферы хозяйственной деятельности. Медики предупреждают. Жаркая погода влияет не лучшим образом на здоровье людей всех возрастных групп. Особенно страдают те, кому диагностировали хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, пожилые люди и дети. По возможности надо ограничить свое нахождение на улице под прямыми солнечными лучами. Носите светлую одежду, головные уборы и пейте больше воды. На территории Республики уже с 1 мая действует особый противопожарный режим. В лесах установился четвертый высокий класс пожарной опасности. Специалисты называют человеческий фактор одной из распространенных причин возникновения природных пожаров. Чтобы избежать случайного возгорания леса, следует соблюдать все меры безопасности. Если бы обнаружили очаг пожара, незамедлительно сообщите об этом по единому номеру 112. Яркое солнце, жара по 30 градусов. Май в этом году – настоящий летний месяц. Тем не менее, специалисты предупреждают – пляжи пока не готовы к сезону. Чистое дно, готовые кабинки для переодевания, душевые, спасатели на постах. Пока всего этого на пляжах столицы Чувашии нет. Все потому, что официально не было открытия сезона. Пляжи не приняты специалистами, а значит, купаться здесь пока запрещено. Хочу вас предупредить, пляжи города еще не открыты, не готовы. Вода 12-15 градусов, холодно, купаться запрещено. К сожалению, есть случаи, когда уже смельчаки идут в воду, купаются. Но нужно сказать, что пляжи еще не готовы, песок, вода не проверены. Дежурства спасателей еще здесь нет, медработников дежурства нет. Поэтому я призываю всех беречь себя. Могут быть несчастные случаи. Работы по подготовке пляжей уже идут. В планах взять на проверку пробы песка и воды, обследовать дно, завести песок. Все четыре городских пляжа будут готовы к 1 июня. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Благородная профессия, главное качество, любовь к людям и желание помогать. Все это социальных работников. Кто может рассчитывать на их помощь, расскажет Татьяна Трофимова. Олеся инвалид второй группы. Ходить самостоятельно не может, поэтому к ней на помощь приходит Катя, социальный работник. Она стала для девушки самым настоящим другом. Мы очень подружились, как подруги стали. Она мне во всем помогает. Вот томографию назначили. Она меня на кресле до больницы, больничный комплекс, тут недалеко. Она на инвалидном кресле меня довезет. Мы с Катей как сестры стали. Катя в этой профессии совсем недавно, но не сомневается, что сделала правильный выбор. Профессия такая благородная, помогать людям, нуждающимся в помощи, пожилым, которых у нас тоже уже остается не так уж много. Но в основном инвалидам. Потому что им очень тяжело без чужой помощи работать. Комплексный центр социального обслуживания Чубоксар помогает почти тысяче горожанам. В большинстве случаев это люди с ограниченными возможностями здоровья. Доставляем им продукты питания, убираемся, содействие приготовления пищи, доставка медикаментов, сопровождаем больницу. Все, что нужно пожилому человеку по хозяйству дома, мы все ему обеспечиваем. Для того, чтобы взять социального работника, надо обратиться к нам в центр. Каждый соцработник в среднем обслуживает по 10 человек. Количество посещений подопечных зависит от потребности. Кому-то нужна ежедневная помощь, кому-то достаточно двух посещений в неделю. На каждого человека составляется индивидуальная программа работы. Такой помощник, как социальный работник, может приходить не только к одиноким людям, но и к тем, чьи родственники из-за работы или по другим причинам не могут уделить достаточно внимания своим близким. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Шумерлинские школьники и сотрудники Центра социального обслуживания населения частые гости у ветеранов Великой Отечественной войны. От кого, как ни от них, можно услышать всю правду о тех героических годах. Хорошего здоровья и спасибо за победу. Спасибо, спасибо, деточки. Клара Андреевна Кирилль попала на войну в 42-м году. Ей было 19. Служила в отдельном батальоне воздушного наблюдения. Она участвовала в освобождении Киева, Житомира, Польши, Германии. Победу Клара Андреевна встретила под Берлином. Вспоминаются дома высокие, и там выставили флаги белые, приветствия. Все было громко, так было слезно. И плакали, и радовались, и все. И у меня до сих пор все в ушах. Александр Фроуович Гришин день победы встретил в Севастополе на подводной лодке. На фронт он попал в 44-м, в последний призыв. Я из девяти человек, которых парни нас с района призвали, я один оказался, попал в подводники. Один оказался, очевидно, я небольшого роста, и образование, в то время, ооо, 7 классов было. Куда там, наука. И все, по грамоте, по состоянию здоровья, я подошел в подводники. Ветеран считает, что вытянул счастливый билет. А как хорошо море-то, как хорошо там. Истинный газ. Вот ничего не видать, ничего, ничто. А как красиво. Все. Войны много не было, Берлин я не брал, с немцем я на земле не встречался, винтовку я в руках не держал. На подлодке было другое оружие, торпеды. 100-миллиметровая пушка там, впереди стоит, сзади 45 пушка. Вот 100-миллиметровую пушку, боржу одну, немц, остаток какой-то был, тут Саня переправлять. Пришлось, да, ее применять. Командир применил, чтобы всех уничтожить. Уничтожили. В семье Александра Фруновича воевала добрая половина. Наша семья отдала два брата. У меня погибли с 21-го года, и с 23-го года братья погибли. А отец раненый пришел. То есть мы из семьи 4 человека уходили защищать родинку нашу. Поэтому, значит, какой-то вклад мы внесли определенный в это. Я остался жив, вот это хорошо. Прекрасно, чудно, я этому радуюсь. Любить жизнь и радоваться каждому мгновению – секрет долголетия от Александра Гришина, который скоро отметит 92-й день рождения. Сегодня в Сочи стартовал шестой медиафорум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». В трехдневной программе – лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки. Участниками стали более 500 человек со всей страны. Федеральные эксперты, активисты проектов Народного фронта, победители конкурса журналистских работ фонда «Правда и справедливость». Среди лауреатов наша коллега Ольга Пырочкина. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Я прошу, на самом деле, просить мне мой такой неформальный внешний вид. Дело в том, что сейчас я нахожусь в городе Сочи. Здесь проходит медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» или просто медиафорум Общероссийского народного фронта 2019. Сейчас здесь находится 350 журналистов со всей страны. Это лауреаты конкурса «Правда и справедливость». Здесь, в том числе, 30 лауреатов конкурса «Аэропортам имена Великой Соотечественной». Давайте попробуем подойти сейчас к нашим коллегам, поинтересуемся, какой проблемой они готовили на материнском. Здравствуйте, откуда вы скажете? Приглашаю вас ознакомиться с работой выставки «Правда и справедливость». Ну что ж, вы видите, да, на самом деле, самые разнообразные темы. Это только проблемы, это и экология, это и волонтеры, и много разных таких тем. У нас, на самом деле, только что закончилась сессия с Маргаритой Соманьяной. Мы говорили о этике в медиапространстве, о журналистской этике. У нас впереди два очень насыщенных дня. И ожидается, что 16 мая в пленарном заседании форума принят участие Владимира Путина. Ну а я постараюсь вас держать в курсе всех самых интересных событий. Коллеги! Спасибо, Ольга. Будем ждать новостей с нетерпением. Сегодня же в Саратовской области также стартовала туриада. В спортивно-туристском лагере собрались 14 команд-победителей региональных турслетов. Студенты вузов, спортсмены – всего около 700 человек. В нашу республику представляет делегация из 40 человек. Соревнования пройдут в четырех дисциплинах. Маршруты от первой до шестой категорий сложности, пешеходные и водные дистанции, дистанции на средствах передвижения. Любителей прогулок с пользой приглашают на фестиваль скандинавской ходьбы. В Чебоксарах он пройдет в четвертый раз и состоится в воскресенье 19 мая. Спортивный праздник приурочен ко Дню Волги и Всемирному дню скандинавской ходьбы. Любители прогулок с пользой для здоровья смогут не только пройти свою дистанцию, но и пообщаться со специалистами в области медицины и спорта. Мастер-классы проведут сертифицированные инструкторы. На фестиваль приедут участники клубов скандинавской ходьбы из Казани, Ярославля, Яшкоролы. Место сбора в районе Центрального пляжа. Там же можно будет зарегистрироваться для участия. Начало фестиваля в 10 утра. Старт в 11.00. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет интересная информация. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Солнечный притягательный район. На сегодняшний день он растянулся от остановки Баумана до гипермаркета Лента. Район притягивает покупателей демократичными ценами. Квартира от 1 миллиона 198 тысяч рублей, а также просторным расположением домов. Вот и во всероссийский день посадки леса группа компаний «Удача» и управляющая компания «Солнечный» совместно со своими жителями посадили именные деревья. «Удача» часто проводит праздники у себя в районе. И жителям это нравится. Купила квартиру буквально на той неделе. Привлекла цена, расположение. То, что все рядом. И магазины, и гипермаркеты, и остановка недалеко. Хорошо, что расположены дома друг от друга далеко, потому что не видишь в окно никого. И детская площадка во дворе. А цена в «Солнечном» действительно привлекает. Всего 32 тысячи рублей за квадратный метр. Квартиры разбираются еще на стадии котлована. Квартиру в районе Солнечном также можно приобрести в рассрочку. В качестве первоначального взноса мы принимаем материнский капитал. Также у нас можно купить квартиры с помощью жилищного сертификата, афганского сертификата, воспользоваться военной ипотекой. Дома в «Солнечном» выполнены из современных трехслойных стеновых панелей с утеплителем с применением тепло- и звукоизоляционных материалов. У каждого дома своя собственная автономная котельная. Сейчас район активно развивается. Уже этим летом достроится первый детский сад на 250 мест. На очереди школа на 1100 мест и еще один детский сад рядом с 24 позицией. Сейчас уже идет строительство полным ходом новой четырехполосной автодороги, которая уже достроится в августе этого года, по которой пустят общественный транспорт. Квартиру можно купить в черновой и беловой отделке, а также с готовым ремонтом. Комфортное жилье доступно каждому жителю республики. Звоните 410000. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова